МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Федерация внесла изменения в правила организации работы многофункциональных центров. Я остановлюсь на некоторых из них, которые позволяют оптимизировать работу как самого центра, так и предоставляют возможность гражданам получать те или иные услуги с меньшими затратами средств, энергии и сил. А нововведений этих много, да? Не так много, но, тем не менее, они достаточно существенны. Потому что одним из них является, допустим, оптимизация и определение исчерпывающей перечни документов, которые подлежат копированию в МФЦ. Соответственно, это позволит обеспечить прозрачное общение заявителя с оператором МФЦ и оптимизирует, что немаловажно в нынешней ситуации, расходы самого многофункционального центра на те виды услуг, которые связаны с какими-то расходными материалами. МФЦ получили право на сегодняшний день выдавать гражданам информацию, полученную из информационных систем других органов власти, скажем так, заменив фронт-офисы этих органов. А каких можно назвать? Для того, чтобы вам получить, допустим, справочку какую-то или выписку, вам раньше нужно было обратиться либо в МФЦ, либо в орган власти, который ведет эту информационную базу данных. Сегодня по запросу МФЦ эта информация придет в многофункциональный центр, и он за своей подписью и печатью уже тогда непосредственно выдаст заявителю ту информацию, которая его будет интересовать. Ну, допустим, это будет выписка там либо из единого государственного реестра прав, либо это может быть выписка из единого реестра... Ну, вот выписка из ЗАГС, допустим, на вститку. Да, да, да. Все это возможно? Да, это все возможно. Дальше. Значит, установлены минимальные требования к работе так называемых территориальных центров МФЦ, которые располагаются в сельских поселениях. В среднем на сегодняшний день будет составлять работа этих центров от 12 до 20 часов в неделю, что тоже немаловажно. То есть гражданам, проживающим в удаленных сельских поселениях, не нужно будет ехать, во-первых, в районный центр для того, чтобы получить ту или иную услугу. Он может обратиться в эти небольшие центры. И, соответственно, в любое удобное для него время он сможет тогда получить либо консультацию, либо результат рассмотрения своего заявления. А еще что-то существенно изменилось? Да, значит, с целью мониторинга качества предоставления услуг. Сама система информационная, посредством которой работает, осуществляет деятельность МФЦ, она будет интегрирована с федеральным реестром государственных и муниципальных услуг. Соответственно, обеспечит оптимальный перечень тех документов, которые изначально необходимо подать заявителю для получения той или иной услуги. А вот что еще интересно, с этого года госпошлина, уплаченная клиентами МФЦ, она теперь будет оставаться не только идти в федеральный бюджет, но и в местном бюджете. Это повлияет на развитие МФЦ у нас в регионе? Конечно, безусловно, это повлияет, потому что муниципальные образования получают статью дохода, которую они смогут направить не только на развитие своих собственных нужд, но и в том числе МФЦ, для того, чтобы обеспечить те параметры, которые существуют на сегодняшний день, определены майскими указами президента и остальным, необходимо, во-первых, определенное количество штата, которое бы обеспечило минимальное нахождение в очереди гражданина порядка 15 минут. Кстати, а вот сколько по нормам должны люди находиться в очереди? На сайте, я знаю, это порядка 13 минут, но на деле не так. По нормативам, это определенно не более 15 минут в очереди. В конце прошлого года мы добились того, что эта цифра составляла 15,5 минут, к сожалению. И мы сейчас, конечно, проводим огромную работу для того, чтобы снизить этот показатель и довести его не только 15-минутно, допустим, но и снизить его для того, чтобы в пустую граждане не просиживали в этих очередях. А люди по-прежнему с 6 утра занимают очередь? Нет, ну у нас такой ситуации, конечно, уже нет. Когда-то на заре развития МФЦ такая ситуация была. Нет, на сегодняшний день у нас в крае работает порядка 700 окошек, в которых работают универсальные специалисты, а вообще их на сегодняшний день уже порядка 900. Куда граждане... Куда и крупных центров, и... Да, удаленных рабочих мест. Существует так называемая схема размещения многофункциональных центров на территории Краснодарского края, которая предусматривает наличие многофункционального центра во всех муниципальных образованиях, в городских округах, либо в муниципальных районах. И эта схема предусматривает еще порядка 300 удаленных рабочих мест, которые будут открыты в сельских поселениях. И к концу 2015 года, а мы для себя ставим более амбициозные планы, это к началу октября, 90% населения края будет охвачено возможностью подачи заявлений в многофункциональные центры. Ну, планы-то амбициозные, потому что я смотрю, в этом году вы по планам примете 5 миллионов человек. Ну, это практически каждый житель Кубани. Это реально? Ну, почему не реально? Потому что в прошлом году эта цифра состояла порядка 4,5 миллионов человек, обратившиеся по тем или иным вопросам в многофункциональные центры. Я хочу сказать, это, во-первых, связано с тем, что укрепилось доверие населения к власти, к тем мероприятиям, которые она проводит для того, чтобы обеспечить максимальную прозрачность и сэкономить средства, нервы наших жителей при получении тех или иных услуг. Это связано с созданием более комфортных условий, позволяющих гражданам получить те или иные услуги спокойно, максимально открыто, прозрачно и сэкономив им время, нервы. Вы мне сейчас описываете какую-то сказку, потому что совсем недавно я была в паспортном столе, но там же ужас, там же прошлый век до сих пор. Там люди с 5 утра занимают очередь, все это на записочках. Почему у нас не все услуги можно оформить, все бумаги? Допустим, тоже регистрацию по месту пребывания. Я хочу сказать, что на сегодняшний день в многофункциональных центрах организовано предоставление более 100 государственных услуг. Если их разбивать по уровням, это федерального уровня, там порядка 46 услуг, в том числе регистрация права, получение загранпаспортов, получение паспорта гражданина Российской Федерации, регистрации по месту жительства, получение материнского капитала и в среднем где-то порядка 150 услуг муниципальных образований. То есть в общей сложности на сегодняшний день в МФЦ можно получить информацию либо услугу порядка больше 200 услуг, по которым сегодня есть большая востребованность. Но я знаю, что список из более чем 300 услуг. Мы работаем над тем, чтобы его довести до такого совершенства. В этом году этот перечень будет, особенно услуг субъекта, будет существенно расширен. К нему будет добавлен большой спектр услуг, связанных с предоставлением, скажем так, тех или иных возможностей субъекта малого и среднего предпринимательства. И за счет этого тоже увеличивается количество посещений МФЦ, потому что привлекаются не только граждане, как физические лица, но в том числе и субъекты малого и среднего предпринимательства, то есть наш бизнес. А есть какие-то госучреждения, которые не идут с вами на контакт? Ну, которые не хотят, которые хотят до сих пор работать по старинке? Ну, на сегодняшний день, наверное, из федеральных структур таких нет, потому что есть определенные указы, нормативы и все остальное. Есть постановление правительства, обязывающее организовывать предоставление услуг этих органов, ну, наиболее массово востребованных услуг посредством МФЦ. Поэтому услуги этих органов власти у нас уже предоставляются со второй половины прошлого года. Сейчас мы вышли уже на достаточно хороший темп. И вот я хочу сказать, что если прийти в город Краснодар, например, в месяц через пять многофункциональных центров, которые располагаются в городе Краснодаре, проходит порядка 150 тысяч заявителей. Я знаю, наш губернатор, он очень тщательно отслеживает вашу работу, он за эффективность МФЦ. Скажите, какие жалобы к вам приходят чаще всего и на что вы обращаете внимание? Как вы реагируете? Как мы уже обращали с вами внимание, что, наверное, основными жалобами в свое время были это жалобы на очереди, которые существовали, но иногда и сейчас существуют в МФЦ. Здесь есть определенные моменты, связанные, может быть, с сезонностью, допустим, каких-то действий. Ну, все мы помним канун Нового года. И вот в тех же МФЦ и Краснодара, и Армавира, и Сочи было достаточно сложно протолкнуться, потому что граждане, как всегда, пытались решить все свои вопросы в уходящем году. А учитывая, что с Нового года у нас еще и повышался размер государственной пошлины, связанной с регистрацией прав, все, конечно, старались решить свои проблемы и сэкономить средства в прошлом году. Сейчас мы с этой ситуацией справились. Мы оптимизировали потоки граждан, разделив их между собой. Соответственно, это позволило обеспечить спокойную работу операторов в окошках. И вот здесь как раз то время, которое мы говорили о ожидании очереди, оно, конечно, существенно снизилось. А время непосредственной работы самого оператора, оно сейчас составляет где-то от 7 до 20 минут, не более. Андрей Григорьевич, а давайте назовем все-таки те районы, где проблемы остаются. Где нужно еще дополнительные окна открыть? Ну, дополнительные окна нам нужно открыть практически во всех, наверное, наших муниципальных образованиях, за исключением, наверное, Краснодара, Деленджика, Анапы, где эти уже проблемы решены. С открытием многофункциональных центров, которые на сегодняшний день там работают. Нам до конца года нужно открыть порядка 250 окошек удаленных рабочих мест, так называемых, территориальных обособленных подразделений, которые будут предоставлять все те же самые услуги, которые есть в стационарном МФЦ, и еще 7 полноценных стационарных многофункциональных центров, которые будут расположены, как правило, в крупных, конечно, наших городах. Новинка 2015 ожидается, это работа по направлениям. Объясните, это как? Это уже работа ведется или еще нет? Эта работа ведется, мы сейчас находимся в самом начале. Работа по направлениям, это предоставление услуг в соответствии с жизненными ситуациями. Так называемые жизненными ситуациями. Ну, к примеру, допустим, жизненная ситуация, рождение ребенка. Для того, чтобы получить, собрать весь пакет документов, раньше необходимо было обратиться в огромное количество присутственных мест, чтобы получить в ЗАГСе, получить свидетельство о рождении. В пенсионном фонде получить удостоверение с НИЛС, материнский капитал, нужно было обратиться еще куда-то. Сейчас, подав заявление на получение услуги, так называемый комплекс на услуге в рамках жизненной ситуации, весь этот комплекс услуг будет собран воедино. И, соответственно, пойдет он либо параллельно, либо последовательно, в зависимости от процесса. Но, тем не менее, на выходе гражданин уже получит и свидетельство о рождении, и с НИЛС, и удостоверение. То есть, весь пакет документов. Весь пакет документов, мало того, многодетные, они еще смогут сразу тут же подать заявление на предоставление земельных участков, соответственно, что тоже немаловажно в наших условиях. Андрей Григорьевич, спасибо вам за встречу. Я напомню, о работе многофункциональных центров мы говорили с директором Краевого госучреждения по предоставлению госуслуг Андреем Маловым. Вы смотрели «Факты мнения». С вами была Юлияна Шнайдер. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok